Привет, ребят! И, скорее всего, вы зашли сюда, кликнуто на название, либо, может быть, вы мой подписчик канала уже. Хотелось бы записать этот видос одним дублем с первого раза, без сценария, просто рассказать о том, как я выучил английский, потому что многие спрашивают, мол, как ты свободно общаешься с дотерами на английском, как ты общаешься с английским в целом, как ты этот язык понимал, как ты запомнил и прочее. Присаживайтесь поудобнее, видос займёт, наверное, минут 20 просто диалога с самим собой, расскажу, как я к этому пришёл, расскажу, как я в детстве общался с английским, ну и, наверное, поехали. Значит, ребят, знакомство моё с английским началось ещё в школе. Примерно в пятом классе мы в школе начали изучать английский. Из уровней познания английского моего родителя это было на уровне Hello, my name is Anatolia and live in Russia, то есть примерно так это звучало. Никто из моих родственников английский хорошо не знает, никто на нём не может говорить, то есть каких-то родственных связей лингвистических у меня нет. Сразу же такие, знаете, предупреждения, мало ли там скажут, что у тебя гены или что-то. Нет, ребят, ничего этого нет. В школе до 11 класса я получил в районе 4-2 за всё время учёбы в полугодие по английскому, что говорит о том, что в школе я его максимально пропускал, не знал и плохо знал. Я не знал слов, я не умел переводить. И, честно скажу, в школе я знал английский отвратительно, очень плохо. Как, впрочем, и весь мой класс. Из класса у меня три человека умели говорить плюс-минус норм, точнее знали слова, знали правила, но сдавали неплохо экзамены, но при этом не могли говорить. Потом я поступил в Волгавка, это спортивная академия физической культуры и спорта, Великолугская, в которой я пошёл на курсы иностранного переводчика, просто потому, что мне хотелось поднотаскать английский язык, ибо мне нравилось это, мне хотелось научиться говорить. Ещё во времена учения в Волгавке я играл очень много в доту. И в доте я играл на европейских серверах. Давайте я вам покажу сейчас так вот немножко. Это мой аккаунт в доте. Думаю, ну сейчас есть не дотер, смотрящий мой канал, но, в общем, я в основном, когда играл в доту, нажимал поиск именно на европейских серверах. Когда я сжал поиск, я играл именно с англоговорящими ребятами. И для того, чтобы поддерживать коммуникацию, я должен был знать самые обычные слова, то есть go forward, то есть вперёд, go back, go назад, то есть идём назад, push, толкай, или bottom, низ, top, вверх, middle, mid, ну то есть центр, fingers, типа, ну, пальцами сжать, keyboard, то есть, также я узнал фразу AFK, away from keyboard, то есть отошёл от клавиатуры. И каждое слово – это как огромный снежный ком, который прилипает к твоему знанию английскому. Всё начиналось с того, что я не знал ни единого слова, как и каждый из вас. Давайте поменьше воды, побольше делаем. Как мы ещё чуть-чуть английский? Первое, что вам нужно сделать – это загуглить тысячу самых важных слов английского. Зная тысячу слов английского, вы уже будете понимать процентов 80 речи любого человека. В основном, любое предложение в английском строится из настоящего, прошедшего или будущего времени. То есть past, future или simple. Past, ну там, в общем, есть три времени. Настоящее, будущее и прошедшее. В школе я грамматику не знал. На курсах противного переводчика я грамматику знал очень плохо. Как я научился говорить, например, задавать вопросы, типа How old are you? Или What is your name? Как я научился правильно формировать предложение? Почём пропа ошибок. У меня было несколько людей. Во-первых, это был парниша, его звали Филипп. Он жил в Европе. И мы с ним играли в одной команде. На тот момент он был хайп-тестным игроком. То есть High MMR Высокий рейтинг. High высокий. Ну, там многие понимают. На тот момент он был высокорейтинговым игроком. И я очень сильно хотел с ним играть в команде. Единственный язык коммуникации это был английский. Что подстегало меня общаться и на ломаном-ломаном английском через вот это Он не звучал, он угорал, но он давал мне советы. Мой вам совет. Если вы хотите научиться общаться по английскому, первое, вы учите тысячу слов, которые по два-по три слова в день, которые конкретно вот эти самые важные. То есть Go forward, back, into I am, love, hate. То есть самые обычные слова, которые нужно знать, знаете, ну, как дважды два. То есть они просто думать этими словами. I love you. Я люблю тебя. Или I hate you. Я ненавижу тебя. Куча слов, которые нужно просто запомнить. Они будут на постановительном уровне работать. И в будущем они будут накапливаться. Они не будут забываться, когда вы будете узнавать новые. Они будут оставаться. И в сумме вы поймете, что вы уже неплохо говорите на этом языке. Я, как я это понял, я не учился ни у кого, никакого репетитора. Просто общался с людьми. Так вот. С Филиппом я общался, он постоянно меня поправлял. Например, когда я спрашивал там, ну, банальный пример. Когда я хотел спросить, сколько времени, я говорил what time? И он мне говорил what time is now, к примеру, или which time it is. То есть он поправлял меня, добавляя что-то. И в голове складывается конструкция англоговорящего, которая тебе говорит, что, к примеру, говорить name my is, то есть имя мое такое, это неправильно. Правильно сказать my name is. То есть у тебя в голове складывается конструкция, которая позволяет тебе использовать различные английские слова, которые ты выучил до этого, для того, чтобы в будущем общаться с этим уже англоговорящим. И я выучил кучу конструкций. В будущем, в настоящем, прошедшем времени. То есть, например, если я хочу сказать в прошедшем, то у меня в голове автоматически говорит was, то есть с английского was, то есть w-w-s. Это w-a-s. Это был. В прошедшем времени. Для меня, когда я говорю в прошедшем, автоматически такой триггер Pam was. Я, когда хочу сказать, например, я был, я первым скажу I was, и сразу дается вопрос, где, например, here, или into the home. Куча моментов, когда ты можешь просто думать на английском, когда ты уже знаешь. А чтобы знать, нужно учить. Выучите тысячу слов, после этого начните общаться. Отличный совет дала мне моя преподавательница на куртах спортивного переводчика. Я, честно говоря, не помню имя. Это очень-очень тяжелая преподавательница. Она очень душила всех. Но я обожал, когда она душила, потому что она душила с любовью. Она говорила прям, что она хочет нас научить и делает это красиво. Первое, что она нам сказала, когда мы, многие не знающие английский, припали на курсы, то что First, what you need to learn is not read. It's not understand. It's try to speak. Первое, что вам нужно понять, это не читать, не понимать, а именно говорить, не стесняться говорить по-английски. Не стесняться совершать ошибки и говорить, например, Russian, а не Russian. Не пытаться говорить, например, was, а говорить was. Вот эти моменты, микромоменты, они придут потом. Вот этот different Russian accent, он придет потом. Различные русские акценты they will disappear a bit later when you will speak English a bit. Maybe you need to waste a lot of time for that, but maybe when you waste it, you will speak like usual United States like a man. I hope you understand me. If you not understand, you need to learn 1,000 words what I suggest to you. Возможно, этот английский был ломаный, но те, кто хотя бы чуть-чуть понимает английский, поняли, о чем я говорю. А те, кто не понял, поймете потом, когда выучите тысячу слов, ту самую тысячу слов, которая вам важна. Так вот, не стесняйтесь говорить на английском, не стесняйтесь, что вас будут винить. Когда я заходил в Доту на какой-то там смежно-русский европейский сервер, мне часто говорили, мол, о, да вы из Англии или нахер ты говоришь на английском, если ты русский. На что я просто говорил, man, you play on европейский сервер, please, stop speak Russian. If you want to speak Russian, it's not respect, it's unrespectable. Это неуважительно по отношению к англоговорящим. Because you play on европейский сервер, not on Russian server. Возможно, они будут над вами смеяться. Но, ребят, очень важно понимать, что английский лучше изучать на практике. Не на бумаге, изучать треугольнички, квадратики, как в школе учат эти все схемы, времена. На практике пришел перед тобой человек. Как я вообще в Пскове? Я же в Пскове, и я один раз сидел в Бургер Кинге. Это еще было давно, около года назад. Я познакомился с девочкой из Монголии, ее звали Болуру Лаусен. Она учится в Пскове по обмену из Питера на лингвистический, лингвистической науке, конкретно английский язык. У нее еще несколько языков есть в специализации, но английский. И я услышал, что они говорят на английском, на хорошем, приятном английском. Подхожу и говорю, Hello, I want to practice my English. I want to speak with you and teach some new words. Они говорят мне, мол, Yes, of course, you can speak with us. Я начинаю говорить с ними. Они поправляют меня, говорят, что я где-то там ошибся и т.д. И ты вот сидишь с ними, слушаешь. Я помню, сидел с ними около 3 часов, мы пили в кафе-фабрик, сидели в кафе-фабрик, и я пил чай и просто наблюдал, как они общаются. И sometimes I ask them something, what they're speaking about. Like, if they speak about something, what I don't understand, если они говорят о чем-то, что я не понимаю, I always ask them. Я всегда спрашивал их. Like, как, например, what mean, то есть, что означает this word. Я, например, озвучиваю слово, которое я расслышал, примерно. Ну, примерно, они говорили dorm. Вот они сказали как-то I need to go into this dorm. Я не понял, что за dorm? Что за dorm? Даже вот ради интереса сейчас загуглю. Dorm, он русиан. Даст мне что-то YouTube. Это пишет общая спальня, но они слово dorm используют как общага, как приобщение. Этот сленг, ты его понимаешь только тогда, когда ты общаешься с англоговорящими. О чем я говорю, ребят, не стесняйтесь говорить, не стесняйтесь совершать ошибки. Don't forget to make a mistake. If you make a mistake, it's make you stronger. If you're not a mistake, you will stand on your place where you stand now. Если ты не делаешь ошибок, то ты становишься на том месте, где ты стоишь сейчас. А если будешь делать, то продвинешься вперед. В общем, по пунктам. Первое, что нам нужно, это выучить тысячу слов, которые нам нужны в английском. Второе, не стесняться говорить. И третье, спросите, а как мне говорить? Я вот не знаю, я занимаюсь, например, шитьем. Ну, к примеру, шитьем. Как мне говорить на английском? Я не знаю, кто занимается шитьем. Ты, как мне найти того, кто будет заниматься шитьем и говорить на английском? Ищи англоговорящий форум, в котором люди общаются на те темы, которые ты знаешь. Учить английский в Доте для меня было очень простым занятием. Учить английский в Вове, я раньше играл в World of Warcraft, также было очень простым занятием. К примеру, давайте я вам покажу тоже такой пример. В Вове раньше постоянно использовали, я играл на английской классической версии, где, чтобы написать в общий чат, тебе нужно было использовать букву S. Вот так вот, S. На что я думал, зачем писать S? Потом мне рассказали, что S это say, с английского сказать. Если ты хочешь крикнуть, тебе нужно писать yell. Это крикнуть, yell. Если ты хочешь написать всем, ты пишешь all. Если ты хочешь присоединиться к чату, в котором все, ты пишешь join, то есть присоединиться all. Если ты хочешь присоединиться к чату, который ищет группы, ты пишешь join, L.F.G. Что это значит L.F.G.? Looking, ищет. For, для, group, ищет группу или ищущий группу. Это также R. Looking for raid, ищущий raid. Также там различные используются места, например, hunter, охотник, rogue, ну, паралича, rogue, rogue, я не знаю, как правиль считается, но я называю rogue. Разбойник, или mage, маг, ну, я думаю, все эти слова знаете прекрасно. И так можно найти любое. Heroes, shop, кстати, как сказать, ну, просмотр это watch, но я не могу сказать правильно. Heroes, all items, или usual items, IO, то есть, чтение, это все придет, это вас будут поправлять англоговорящие. Так вот, как найти людей, которые будут учить вас английскому, англоговорящих? Найдите тех, с кем вам интересно. Ребят, вашего рейтинга на европейском сервере услышали одного англоговорящего чела, который говорит на приятном британском акценте, который смакует эти последние окончания R, когда ты просто R, ты кайфуешь от них, добавляешь дуя, говоришь, man, I really want to practice my English. Я действительно хочу практиковать мой английский. I want to become better. Я хочу стать лучше. И он скажет, yeah, of course, man, let's go play party with us. Он скажет, да, конечно, я могу играть вместе. Кстати, там, на счет пати, когда я общался в Обскове с ребятами, они сказали, hey, let's go hangout, hangout. Hangout – это с английского тусоваться. Они использовали hangout как тусоваться или гулять. А еще прикольная тема, когда, я думаю, многие русские знают слово гулять. Это типа, с английского переводится walk. Walk. Но самое смешное, что walk – это с английского переводится и они, когда я говорю, we just, we will, я пытаюсь, там люди говорят на русском тоже. Я говорю, мы идем гулять? Пытаюсь сказать. Я спрашиваю, как сказать, я ее спрашиваю, как сказать, пойдем гулять? Она говорит, you mean walk? Yeah, probably it's walk. Да, возможно, это ходить. Но что он говорит, we are not just walking. У них нет такого восприятия как просто ходить. Они не ходят просто. Говорящие люди не ходят просто. Они сидят где-то, пьют чай, пьют кофе, общаются. Но просто ходить it's for poor people. Poor – это бедный. То есть, так вот пишется poor – это бедный. Walking – it's usually for poor people. Ходьба или прогулки – это в основном для бедных. В основном. Я не говорю for all. All of them. Не для всех из них. But usually – обычно. И вот эти слова – but, то есть, но – они будут на подзнательном уровне при ежедневной практике, при ежедневном общении с англоговорящими. Не стесняйтесь общаться. Если вдруг вы хотите пропрактиковать английский, то ищите различные чаты, форумы, в том деле, которым вы занимаетесь. Любите спорт? Идите, смотрите англоговорящие стримы, точнее, трансляции баскетбола. К примеру, вы услышите такие слова, как lay up, или dunk, или crossover, или, например, two point shot, то есть, двухочковый бросок, three point shot, free throw, make a shot, то есть, вы будете слышать слова ring или room, вы будете слышать разные слова. Недавно, когда была новость про Коби Брайанта, я думаю, многие знают о Коби Брайанте, и я читал английскую статью, в которой я понял все, потому что я знаю баскетбол. Там пишут, he became NBA All-Star, he was in NBA All-Star match, там очень много моментов было. В общем, читайте то, в чем вы разбираетесь, на английском языке, потому что, зная всего лишь пару слов, вы сможете по смыслу подбирать другие слова, тем самым узнавать эти слова на английском. Я, например, никогда, думаю, не узнал бы, что такое свет, если бы не играл на котле, ведь он светлый, я играю на котле и в доту, и я знаю, что light – это котел, я знаю, что баланар – это night, то есть night, ночь, но если бы я не знал английский и не играл бы в доту, скорее всего, night было бы для меня неизвестным словом, но теперь я знаю, что night stalker – это ночной бегун или охотник, охотник – это hunter. Также можно смотреть на статистике, есть range, сила, agility, ловкость, интеллект – это intellect. Attack speed, attack power, то есть скорость атаки и сила атаки. Range. На русском есть слово range в доте, которое также используется как дальность. Очень много крутых слов, которые вы можете узнать, занимаясь своим делом. Вообще, ребят, первое – учим тысячу слов, которые нам нужны для основы. Второе – ищем англоговорящего чубрика, с которым мы будем их закреплять. Третье – не боимся разговаривать и не с сын. Четвертое – читаем и слушаем ту информацию на английском, в которой мы разбираемся. Играешь в хордстоун – слушаешь хордстоун, играешь в баскетбол – слушаешь баскетбол слушаешь доте-английские стримы. Любишь заниматься спортом, смотришь спортивных блогеров английских, американских, вы поняли. Надеюсь, вы меня услышали. Ну и последнее закрепление – это самое, что мне дало power-up, the most great, grateful thing, it was when I was traveling to Thailand. Когда я путешествовал в Таиланд, I always need to speak English to live. Мне не всегда нужно было использовать английский язык для того, чтобы жить. If I want to eat, I need to come and buy some food. Я приходил, и мне нужно было купить еду. I was telling like, I want to food, I want this and this, but it's not correct. Неправильно говорить, я хочу это, это и это. Correct is, I want like, том ям, for example. Том ям, it's one of the most popular food in Thailand. It's spicy, but it's anyway so sweet. But I'm not eating meat already, so it's not for me now. Кто-то понял, о чем я сказал? Если не поняли, то, друзья, учим слова. Я использовал только простые слова. Здесь не было сложных слов. В общем, если есть у вас вопросы, пишите в комменты. Видос снят буквально за 20 минут. Я рассказал, как учил его я. Он просто практик, ежедневный, общение с людьми, общение с дотерами, читание различных статей, смотрение стримов. Ну и да, немножко про приложухи. Я учил слова на двух приложениях. Это Lingua Leo, Lingua Leo. Там такой тигренок есть. Вот он. Видите вы его или нет? Вот он. Вот этот Lingua Leo. У меня есть приложение. Я с ним учил некоторые слова давно очень. Очень давно, когда оно еще было супербесплатным. Сейчас я не знаю, платное или нет. И сейчас я использую приложуху Simpler. Simpler. Тоже крутая приложуха, которую очень удобно учить. Рекомендую вам поставить доту или то, чем вы занимаетесь, на английский язык. Рекомендую поставить смартфон на английский язык. Рекомендую поставить страничку ВКонтакте на английский язык. Рекомендую найти себе друга в вашем городе, который хочет тоже учить английский или подружку, и ходить, и пытаться общаться на английском. Не знаешь слова? Телефончик достал, ввел, слово запомнил, пытаешься его использовать. Я могу похвастаться, вчера я выучил новое слово Barley. Это Bar-a-lue. Типа Bar-a-lue. Вот так он читается. Или как-то немножко не так пишется, но я могу сказать его. Barley. Это с русского Е2. Часто слышал у одного стримера, решил загуглить, загуглил, запомнил. Barley Е2. Можно еще какие-то посмотреть слова, которые потенциально могут приложить? Sub. От английского support. Поддерживать. Или так можно найти, что-то там Black King Bar. Black, черный, King, король. Bar, это хотя вот тут сколько Bar. Вот можно сказать запомнить такого Bar. Я пишу Bar и пишет это Bar, полоса, стержень. Это стержень. Ну, либо shaft, stem, bar, rod. Надеюсь, вы услышали. Есть вопросы, пиши в комменты, братишка. Если вдруг хочешь как-то не знаю, может быть стать лучше или всегда пиши в комменты, я тебе подскажу, чем смогу. Если вдруг в комментах тебе не ответил, то старайся спамить не в личку, она сейчас закрыта временно, но открывается примерно раз в неделю на выходных. Давайте, ребят, всем удачи, всем пока, учите английский и всем хорошего настроения.